Здравствуйте! Это Новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы дня. Россети заявляют о готовности к зиме. Журналисты не очень в это верят. В подробности встречи энергетиков и представителей СМИ смотрите через минуту. Ознакомиться с проблемами и порадовать маленьких пациентов. Активисты ОНФ посетили детскую городскую клиническую больницу. Новый этап строительства. Как продвигается масштабная стройка духовного центра имени пророка Иса Мириму? Расскажем далее. Перебой с электричеством жители республики наблюдают каждую зиму. Как будет в этом году? Этот и другие вопросы о степени готовности электросетей к предстоящим холодам. Представителю компании Россети смогли задать журналисты республиканских СМИ. На пресс-конференции побывал и наш корреспондент Карим Даниев. Все подробности в следующем сюжете. Электросети региона к холодам готовы. Минэнерго России выдал паспорт готовности. Перебои со светом, если и будут, то их быстро устранят. Представитель Дагенерго говорил об этом уверенно. Более того, по его словам, такой большой объем работы в подготовке электросетевого комплекса республики к предстоящей зиме был проведен впервые. Действительно сказать, этот объем работ, очень большой объем работ был и практически весь этот объем работ был выполнен собственными силами работников Дагенерго. Заменено было опор где-то 7200 штук. Это практически, если так взять, 20 раз больше, чем в предыдущем году программой. Заменено проводом окна 150 тонн. Ремонт трансформаторов под сансик было выполнено где-то 890 штук. Замена перегруженных трансформаторов 110 штук. По ходу контроля выполнения данных работ участвовали представители ПАУРО-сети Центр технического надзора, которые проверяли ход выполнения работы, озвучивали свои замечания. Эти замечания по ходу выполнения работ были своевременно устранены. Отдельный вопрос – это энергоснабжение в горных районах. Амаров заявил, что в регионе не осталось ни одного села, даже самого труднодоступного, куда не проведено электричество. Другое дело – вопрос качества и изношенности сетей. Дагестан – это в основном горная зона, в горных районах. Это практически вся работа делается вручную. Техника не подъедет. Дополнительно формируется по повышению Министерства энергетики Российской Федерации программа, многолетняя программа, как раз таки то, что программа повышения надежности называется. Значит, вот реконструкция вот этих подстанций 35-110 кВ, 101-35-110 кВ, а также распределительных сетях действительно, вот это тем самым может немножко уменьшить изношенность оборудования. Сети построены были в каких-х годах? 60-70-х годах. Население сейчас… Раньше у людей дома была, горела одна лампочка. Сегодня дома зайдите, два-три холодильника, микроволновые печи, то-то… Поэтому нагрузки большие, поэтому низкое напряжение. Как раз таки вот эти программы, то, что мы сейчас озвучили, вот эти программы на эти цели и идут. Посему выходит, что энергетики провели большую работу по минимизации аварий в зимний период. Но это не значит, что зимние ночи все будут светлыми. Многие проблемы, по словам представителя Дагенерго, придется решать по мере их поступления. Свои коррективы в дело внесла и пандемия. На сегодняшний день по этой программе, значит, по подготовке в ОЗП выполнены на 95%. Но вы сами прекрасно знаете, эти работы проводились собственными силами в жестких условиях пандемии. Далее даже некоторые моменты были, нас иногда подводили поставщики материалом. Вот оставшиеся 5% материала в ближайшее время будет поступлено. И сход с колес, можем сказать, сразу будем пускать в ход работы. И в ближайшее время эти работы будут выполнены. Насколько дагестанская энергосистема готова, покажет погода. Зима не за горами, она уже в горах. Главное, чтобы с первым снегом в Махачкалу не пришли и первые отключения. А то мы уже привыкли, что без этого никак. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте началось строительство школы на 804 ученических мест. Как идут работы на объекте, проверил глава города Рустамбек Пермагомедов. При службе Дербентской мэрии отметили, что для микрорайона Аваин это долгожданное событие, так как новую школу здесь ждали почти 30 лет. Все это время дети были вынуждены учиться в других отдаленных школах города. Здесь котлован готов полностью. Бетонируем сейчас вот этот корпус, блок 8 и 7. Эти блоки все готовы под бетонкой. Начали армировать вот этой плиты на блоке 3. Объект планируется сдать в декабре будущего года, 2022 года. Фруктовые наборы и сладости маленьким пациентам палеоативного отделения детской городской клинической больницы организовали активисты Общероссийского народного фронта. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Тему продолжит Асель Манапова. Бананы, мандарины, яблоки и, конечно же, сладости. Все то, что обычно любят дети. Активисты ИОНФ заходят в палеоативное отделение не с пустыми руками. Но встреча – это не только подарки, но еще и подробное ознакомление с проблемами лечебного учреждения. Мы здесь не в первый раз, и не в первый раз приходим, не в первый раз навещаем детишек, которые нуждаются в палеоативной помощи. Мы здесь оборудовали с помощью наших экспертов ИОНФ кабинет, комнату отдыха для детей. И стараемся следить за этими детишками и помогать, чем можем. В ходе беседы выяснилось, что в больнице не хватает аппаратов ИВЛ. Их в отделении только восемь. На сегодняшний день в отделении нет проблем с палатами, нет проблем с местами. Единственная проблема, которую на сегодняшний день мы можем озвучивать – это отсутствие достаточного количества оборудования дорогостоящего, того оборудования, которое родители не могут приобрести самостоятельно. То есть они находятся в отделении, и отделение может их обеспечить данным оборудованием. Но они находятся здесь не постоянно. Поэтому, когда они уходят на домашний период долечивания, им нужно иметь это оборудование и на дому в том числе. Под тематами Ралиева не стала ждать, когда Миндрав сможет выделить ее ребенку аппарат ИВЛ. Она самостоятельно приобрела дорогостоящие оборудования. Мы очень долгое время находились в отделении реанимации Кураева. К сожалению, ребенка то снимали, то обратно встали на аппарат. И встал вопрос о том, что я хочу быть рядом с ребенком. К сожалению, там допуск к детям не разрешен. Поэтому я заходила там на недолгое время, 5-10 минут к ребенку, и все. Поскольку я хотела уже находиться рядом, нам сказали, что необходим аппарат ИВЛ. Однако, далеко не каждый родитель может позволить себе приобрести дорогостоящий аппарат за 2 миллиона рублей. Для Зухры Алиевой, к примеру, ежедневно покупать специальное питание для дочери и то накладно. Это лечебное питание, у кого, вот наши особенные дети, когда белковая недостаточность, дают вот такое питание, чтобы они дети не сбрасывали вес. Государство нас не обеспечивает, нам приходится все это самим покупать. Эта банка стоит 550 рублей и хватает у нас всего лишь на один день. О своих проблемах активистам Народного фронта рассказали не только родители пациентов больницы, но и сами врачи. С прошлого года мы уже вот как работает выездная патронажная служба. Она функционирует, но у нас нет достаточно штатных единиц для того, чтобы она в полном объеме функционировала, выездная патронажная служба. Было бы хорошо, если бы отдельно на отделении выездной патронажной службы был бы свой врач, своя медсестра и свой отдельный водитель. По итогам визита активисты ОНФ обещали довести проблемы лечебного учреждения до Минздрава региона и других профильных ведомств. Асельма Наполонур Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Знать и уметь защищать свои права. Более 1800 школьников приняли участие в республиканском конкурсе «Права человека глазами ребенка». Доклады школьников были посвящены различным актуальным темам. Организаторами мероприятия выступили уполномоченные по правам человека в Дагестане совместно с Министерством образования и науки и Министерством юстиции. В этом году приняло участие 1800 школьников со всей республики, со всех городов и районов. Мы из них отобрали 392 работы, из которых в финал прошли 12. Все эти исследования, все эти первые шаги, они позволяют этим детям, школьникам делать первые шаги на поприще юриспруденции, поприще защиты прав не только своих, но и своих близких. Тем самым они становятся активными членами общества, они занимают активную гражданскую позицию. И эти ребята, которые, наверное, в будущем будут фактически основой человеческого потенциала в нашей республике для развития будущего. Строительство духовного центра имени пророка Иса, мир ему и благословение, продолжается. В настоящее время на крышу мечети рабочие устанавливают сэндвич-панели. Одна такая конструкция имеет 12,5 метров длины и 12 сантиметров толщины. Специалисты отмечают ее высокую огнестойкость, теплоизоляцию и влагостойкость. Финансирование на покрытие крыши сэндвич-панелями взял на себя благотворительный фонд имени Бейбулат Хаджи. На сегодняшний день идет монтаж крыши мечети, кладем сэндвич-панели и рассчитываем, закончить до конца месяца блок А7 и А3. Работа идет полным ходом, бригада работает, все по плану. Два неизвестных благотворителя через фонд «Инсан» организовали раздачу мяса малоимущим семям. Всего было распределено более тысячи килограммов говядины среди 200 нуждающихся семей Махачкалы. В доставке благотворительных пакетов в активное участие приняли волонтеры. На своих машинах они доставили мясо по адресам подопечных. Как отметили в фонде, подобная помощь решает главный вопрос малоимущих, а именно чем кормить семью. После первого раза, как я посетил многих жителей нашего Дагестана, я понял, какая плачевная и плохая ситуация у населения республики Дагестан. Потому что находясь в центре города, мы не видим то положение, которое находится на окраинах, как люди живут в будках. Многим семьям не хватает иногда денег купить продуктов питания. Если каждый подключится, будет помогать такой большой организации, то я думаю, в Дагестане не будет таких семей, которые будут нуждаться в пропитании, либо в жиле. Там где-нибудь в Дагестанском музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная юбилею художницы Натальи Савельевой. В экспозиции представлены живописные графические работы, объекты легендарной росписи, создававшиеся с 2007 года. На экспозиции побывала Лариана Шамхалаева. Ей слово. Живопись лирична и эмоциональна. Здесь каждый арт-объект можно прочувствовать. Некоторые экспонаты, прежде чем выставить, необходимо было вырастить. Здесь где-то, наверное, пять новых работ, которые еще никто не видел и которые экспонируются впервые. И масса вещей, которые практически никто не видел. Ну, если только в соцсетях, они сразу ушли в частные коллекции. И вот мы их попросили специально для этого проекта. Два тыквы. Это тыквы Лагинария. Да, я их выращиваю на даче, высушиваю и расписываю. Название для персональной ретроспективы, по словам художницы, выбрано не случайно. Это отрывок из философского стихотворения. Это символ, имеющий глубокий подтекст для всего ее творчества. Первая строчка этого стихотворения я назвала как-то свою работу и решила назвать всю выставку. Потому что для меня это то, чем мы занимаемся. То есть мы копаем, мы ищем, мы познаем тайны, которые нам недоступны. Вот этот вечный поиск художника для меня он в этой фразе. Я воспринимаю жизнь, жизненные процессы вообще как сакральность, как мистику, как дар. И поэтому все, что происходит вокруг, все, что я вижу, мне хочется подавать, мне хочется, чтобы люди это увидели моими глазами, как я это чувствую, как я это ценю. Нынешние студенты, члена Союза художников России и заслуженного педагога Натальи Савельевой пришли еще раз восхититься техникой исполнения мастера. У Савельевой очень необычная техника. Она пишет такой манере, которая для меня это очень странно и непонятно. Во-первых, у нее она использует мастихин, она использует размычатые какие-то вещества, даже тканью, возможно, пользуется, либо пальцем, скорее всего, мне это кажется. И меня удивляет то, что в каких-то моментах она должна была что-то выпуклое сделать, она это размазала и сделала воздушным. То есть те предметы, которые должны быть какие-то такие твердые, какие-то устойчивые, она это написала, как будто это облако. Бывшие студенты Савельевой признаются, что получают эстетическое удовольствие от картин своего преподавателя. Мне вообще нравится колорит, свежесть вообще этой картины, как она выглядит. И вот эти, получается, остатки или осколки камней, которые здесь изображены, они вроде как и останки чего-то, какого-то здания, но здесь они придают особую глубину, смысл, что можно на них смотреть и понимать, что в каких-то элементарных камнях содержится глубокий смысл, например. Вот той эпохи, в которой люди проживали, которую сейчас люди не вкладывают в строение, во что-то свою душу, а раньше это было видно, и даже по осколкам это замечательно. Посетить выставку можно до 16 января следующего года. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Новые поля для новых побед в райцентрах Чародинского и Гунибского районов ввели в эксплуатацию мини-футбольные стадионы. В селе Цуриб сегодня проживает более трех тысяч человек. Большой процент населения села – это молодежь, которая охотно занимается спортом. Известным уроженцем села является двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулая. Объект посетили в Рио министра спорта республики Саджид Саджидов и его заместитель Будун Будунов. Делегация также побывала в Гунибе. Для местных жителей новое поле стало настоящим подарком. Здесь уже проводят матчи местной районной футбольной лиги. Мини-стадионы с искусственным покрытием выделены муниципалитетом Министерством спорта в рамках республиканской госпрограммы развития футбола. Как отметили в ведомстве, за последние годы за счет этих госпрограмм, в частности, в регионе построено более 100 спортивных объектов. Таковы были новости на сегодня. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова